Сгоревший ночью 31 мая спортивный зал Островский 13 торжественно открыли после ремонта. Благодаря финансовой поддержке правительства Забайкальского края дети вновь получили возможность заниматься смешанными единоборствами. Даже и не скажешь, что пару месяцев назад вместо мягких матов и белоснежных стен здесь была сажа и едкий запах гари. Самое главное это чтобы у людей, которые хотят заниматься развитием спорта, особенно детского спорта, несмотря на любые перипетии, которые могут произойти, желание это не изменялось, чтобы они двигались вперед, развивались, чтобы как можно больше наших детей занималось в как можно лучших условиях. Тогда беда спортсменов стала общей. На помощь пришли не только родители борцов, но и жильцы дома, в подвале которого располагается зал. Они вместе выгребали мусор и отмывали стены от копоти. Это вот каждый родитель, это каждый наши друзья, это все, кто даже соседи наши, да, они позвонили в первые минуты и спросили, что, к чему мы можем помочь. И мы, конечно, каждую помощь приняли и, конечно, искренне благодарим за то, что вот мы все едины и можем в трудную и в лучшую минуту быть все вместе. В клубе Островский 13 тренируются 270 детей и у каждого своя заветная мечта. Одни грезят о золотой медали, а кто-то поставил себе цель самому стать тренером и воспитывать будущих чемпионов. Занимаюсь я здесь давно. Спорт мне мой нравится. Вот вы можете заметить, федерация ММА. В дальнейшем планирую связать свою жизнь также с спортом. Буду поступать за БГУ на тренерскую деятельность. Для меня мой тренер Дмитрий Алексеевич кумир. Я его очень сильно уважаю. Ну вот и в целом хочу стать таким же, как он в дальнейшем. То есть это, можно сказать, ваш второй дом? Буквально, да. Хоть я живу далеко, но каждый раз, когда приезжаю на тренировку, я чувствую прям комфортную душу. Всего за пять лет по всему Забайкальскому краю было построено и отремонтировано более 350 спортивных объектов и обустроено около тысячи открытых площадок для занятий спортом. Евгения Бузлаева, Даниил Ботвинский, Антон Носов. РТК Забайкалья.